Зимой количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается не только из-за безответственности водителей, но и из-за тяжелых погодных условий. Гололед и плохая видимость на дорогах, плюс привычка полагаться на авось, приводит к трагическим результатам. Как сделать движение на дорогах зимой более безопасным, знают Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Это фотографии из самых разных регионов России. Там, где зима начинается по календарю и даже раньше, и где, благодаря климатическим условиям, водители должны быть готовы к зиме. Но аварии всё равно происходят. Что тогда говорить о Кубани, где снег – явление редкое. Вот на этой неделе, например, температура днём доходит до плюс 15 градусов. Благодаря такой погоде автомобилисты надеются сэкономить и на летней резине въехать в весну. Между тем, по статистике ГИБДД, зимой количество аварий увеличивается вдвое. За истекший период 2015 года на территории Славянского района зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 9 человек получили ранения. Два ДТП в этом году уже произошло с участием детей. То есть, хотел бы сразу обратиться к участникам дорожного движения на правила перевозки детей в детских удерживающих устройствах. Они необходимы. Основные причины ДТП зимой – управление автомобилем неукомплектованным зимними шинами. Экономия денег на шинах обходится слишком дорого, если считать в человеческих жизнях. Сейчас изучается законопроект, который предусматривает введение штрафа за отсутствие на автомобиле зимней резины. Технический регламент Таможенного союза вступил в силу с 1 января 2015 года. Для владельцев транспортных средств определен период эксплуатации автомобиля с зимней резиной – это декабрь, январь и февраль месяц. То есть, регионы, субъекты Российской Федерации могут только лишь не уменьшать срок эксплуатации, а только лишь увеличивать в соответствии с этим регламентом. То есть, участникам дорожного движения необходимо укомплектовать свои автомобили с зимней резиной. По статистике, самое большое количество аварий зимой происходит из-за невнимательности водителей или из-за того, что они просто не справляются с управлением. Так, 6 января, когда выпал первый снег, в нашем районе произошло 22 аварии. Чтобы избежать несчастных случаев на дороге, необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скоростной режим, своевременно переходить на зимнюю резину и не забывать об ответственности, не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Тем более, что Генпрокуратура предлагает увеличить срок лишения водительских прав в России до 20 лет за пьяные ДТП со смертельным исходом. Помните, что аккуратность и внимательность на дороге в любое время года – союзники безопасного вождения.